всем привет друзья недавно снимал видео про карту от адвокэш и обещал рассказать и показать какие пользоваться какие комиссии и сегодня я вам это покажу но для начала нужно завести сюда деньги у меня изначально здесь было 39 долларов если помните предыдущем видео я показывал со своего кошелька просто на карту кинул 39 долларов сейчас у меня на балансе видите до 6 осталось я уже пользовался все отлично работает все замечательно также я упоминал что адвокэш отлично синхронизируется с финансом если у вас там есть аккаунт подключаете к финансу и можно с финанса заводить выводить евро без комиссии но есть еще один вариант ребята как можно пополнить карту криптовалюты usdt но карту не напрямую а пополнить свой кошелек любой кошелек который вы открыли можно элементарно пополнить криптовалюты и перевести крипту абсолютно с любой бирже с любого кошелька где угодно можно сюда завести крипту и это конвертируется автоматически в доллары в евро в рубли смотря какой кошелек вы выбрали для пополнения и эти же доллары ну частности я буду заводить сюда доллар и пополнять автоматом перекидывайте на карту и все то есть по сути вы карту пополняете криптовалютой и делается это элементарно просто и с минимальными комиссиями ребята всего 1 доллар за пополнение ребята не важно какая сумма 100 долларов либо 5000 долларов вы за пополнение платите всего 1 доллар сейчас вам подробно все это покажу сам буду делать это впервые пополнять посмотрим сколько времени на это уйдет и как это все работает но для начала нам нужно где-то взять 100 долларов которые хочу сюда завести и снять карты именно в долларах в банкомате пойти снять доллары именно с карты ребята наличку чтобы получить я это все вам покажу у меня есть немного марс я сейчас эти марсы продам на бирже pancake swap и буду уже со своими кошельками то маска сюда заводить 100 долларов и так вот мой кошелек все это буду делать через приложение сейф пал я про него уже неоднократно рассказывал то самое крутое приложение где можно элементарно подключаться к любим биржам и можно внутри кошелька совершать операции любые можно менять одну криптовалюту на другую там есть мост сейчас все покажу можно менять в разные сети вот изначально нам нужно продать марс вот сейчас я буду продавать марс видите да у меня на балансе 602 марса ну с копейками я это все вывел из бота в telegram я про него как-то упоминал что в телеграме есть полноценный крипто кошелек крипто бот у меня ссылка под каждым видео я добавлял в последних видео кому интересно там сейчас уже добавляют возможность чтобы через бота выводить деньги на карту просто fiat у вас там есть допустим биткоины либо есть и сдт эфиры неважно вы подаете заявку продаете свои битки и вам на карту автоматом падают деньги ребята выбираете банк там любой на какую карту и можно вывести вот рубли еще как бы фиатные идет в тестовом режиме пока еще не доступна но пополнять выводить покупать продавать все можно внутри бота ребята полноценный крипто кошелек который автоматически подключается к бирже все это идет через биржу они просто там сидят люди и совершают ваши операции все нормально сделано самый крутой и аналогов нет вот я оттуда вывел вот эти массы которые у меня были вот эти массы когда мы переходим в дау будем конвертировать уже в новый марс дау но так как еще мы не перешли у меня есть на балансе немножко марсов которые сейчас продам для того чтобы вывести вот эти вот 248 долларов себе на карту хотя я буду выводить там часть другую часть отправлю в другое место про которого мне уже многие спрашивали я скоро сниму видео про новую карту которую можно выпустить и как получить счет швейцарском банке чуть позже я об этом сниму полноценное видео то есть часть денег я выведу на карту адвокэш и часть денег я выведу на другое место другой банк чуть позже расскажу на другую биржу так скажем нам нужно ребята чтобы завести деньги на счет адвокэш нужны usdt usdt сети trc20 самая дешевая комиссия но на pancake swap мы не можем получить usdt сети trc20 потому что здесь своя сеть trc20 это сеть трона если кто не знает на pancake и все построено на сети бинат смарт-чейн можно конечно сразу автоматом поменять марса на usdt но здесь будет не очень выгодный там курс потому что ликвидность залито именно в бсд поэтому я продаю марса за бсд и потом буду бсд менять на usdt сети трона все это буду делать через приложение safe pal много слов больше дела вот мы видим баланс вот это количество бсд получим нажимаю swap ну здесь все стандартно подтверждаем выбираем комиссию я убираю всегда минимум чтоб меньше платить медленно да ну принципе все теперь ждем бсд на баланс все транзакция прошла успешно видите выбрал самую медленную скорость меньше газа заплатил и транзакция прошла буквально там за 5 секунд все теперь переходим в кошелек закрываем pancake swap чем удобно это приложение видите тут все есть ребята все в одном приложении просто абсолютно все установите себе не пожалеете разные сети видите вверху теперь переходим метамаск видите да trc 20 именно нам нужно бсд обменять на usdt сети trc 20 именно в сети трона в метамаске вы это сделать не сможете а в приложении это сделать можно нажимаем две стрелочки внизу просто это обмен здесь выбираем наши бсд вот они бсд а здесь выбираем usdt и именно usdt сети трона то есть usdt trc 20 видите да здесь выбираем максимум максимально и меняем бсд сети бип 20 видите сети бинан смарт-чейн и меняем на usdt сети trc 20 то есть сети трона выбираем максимально и нажимаем далее проскальзывание выберу минимальная чтобы заплатить минимальную комиссию комиссию здесь платится видите в бенби то есть у вас на балансе должны быть бенби немножко для оплаты комиссии потому что меняем из сети бип 20 сети бинан смарт-чейн и свапаем ну все теперь ждем когда пройдет транзакция и так транзакция прошла успешно зачислилась на 2 доллара меньше как видите до 246 то есть 2 доллара ушло на комиссию далее нам нужно отправить часть на а2 кэш и вторую часть в другое место на другую биржу об этом я расскажу уже в следующем видео что делаем дальше ребята заходим теперь в а2 кэш выбираем пополнить счет выбираем счет вот здесь вы это ваши кошельки здесь отображаются выбираем usdt нам нужно usdt именно доллары выбираем сумму вот 100 долларов я хочу сюда завести и выбираем способ то здесь можно напрямую с карты с вашей с любой карты какая у вас есть там любого банка завести но здесь вы заплатите три с половины процента то есть комиссия будет 3 доллара 63 цента сразу видно насколько нужно завести плюс ко всему прочему вы светите свою карту то есть если большие суммы в любом случае рано или поздно вас спросят куда-то перевел зачем ты перевел а если ты переводишь в криптовалюте никто у вас ничего спрашивать не будет и вот данным способом мы будем заводить через тезер usdt комиссия 0 мы платим всего 1 доллар и неважно какая сумма как я сказал вот я поставил 100 долларов а я сейчас поставлю допустим 1000 долларов мы также платим 1 доллар то есть за вот сюда криптовалюты тезер мы платим всего 1 доллар то есть нужно сразу учесть что мы переводим сюда не ровно 1000 а 1001 доллар 1 доллар возьмется за комиссию за пополнение выбираем тезер нажимаем пополнить и виде на на наш кошелек вот он долларовый будет заведено 100 usdt 100 долларов но нам нужно отправить сумму 101 доллар 1 доллар на комиссию я все подробно это говорю по несколько раз чтобы каждый усвоил и не сделал ошибок если вы переведете меньшую сумму то транзакция может не пройти потому что платформа видит какую сумму это указал а получил меньше а потом будете разбираться где деньги зачем это головная боль сразу нужно сделать все правильно изначально и теперь вот выбираем протокол здесь есть сеть трона trc 20 почему и менял я безды на usdt сети трона нажимаем подтвердить здесь открывается адрес куда нужно отправить и qr-код что очень удобно то есть я qr-код могу отсканировать прямо из своего приложения сейф пал не нужно вводить вот этот адрес кошелька я сразу могу это все сделать внутри приложения ребята заходим приложение нажимаем кнопку отправить и здесь вот этот значок это включается сканер нажимаем на него и сканируем свой qr-код и сюда сразу автоматом подключается адрес который указан на платформе а2 кэш все адрес добавлен теперь я указываю сумму 101 после перевода нужно нажать кнопку я оплатил вот пошла транзакция еще такая информация внимательно читайте что написано что данный адрес можно использовать только один раз каждое новое пополнение нужно инценировать заново то есть вот этот адрес он у вас будет каждый раз новый и так видим до средства успешно переведены вот он 100 долларов на балансе автоматически моментально то есть меньше минуты прошло то же самое мы видим и в кошельке сейф пал теперь вот у нас есть 100 долларов и мы переведем сейчас на карту открываем карту пополнение 100 долларов но здесь будет еще списана какая-то комиссия за пополнение то есть сейчас мы посмотрим прошлый раз было два с половиной доллара я еще не совсем понял хотя у них написано за пополнение там берется какой-то процент сейчас посмотрим сколько в данном случае будет комиссия с учетом комиссии будет списана два с половиной доллара соответственно так как у меня 100 долларов нужно уменьшить сумму и указываем сумму 9750 все ответе до 9750 будет списано 100 долларов который у нас на балансе нажимаем пополнить все теперь на карте у нас есть 104 доллара вот она история транзакции вот они истории еще что то что я покупал и смотрите я что заметил когда сумма маленькой покупки я сделал первый раз покупку там буквально купил хлеб майонез зашел магазин свой ближайший до посмотреть как карта работает и возможно нужно было ее активировать активация как правило там либо через банкомат либо первая покупка но все прошло успешно я пришел магазин оплатил карты и все нормально списалась комиссия там видите 0 3 цента здесь один цен а когда я делал покупки больше тысячи рублей то комиссия не списывалась видимо на маленькие суммы списываться дополнительно какая-то комиссия вот сейчас у меня на балансе видите да 100 долларов я эти 100 долларов буду снимать из банкомата и посмотрим как это все будет происходить будет ли еще дополнительно какая-то комиссия по идее никакой комиссии не должно быть потому что сумма снимается именно в валюте если ты снимаешь в рублях то там идет кросс конверция то есть доллары конвертируются в рубли и там естественно будет комиссия вот конвертация валют 1 процент снятие в банкомате тоже два с половиной доллара но посмотрим видите пополнение 1 95 но как я заметил за пополнение просто списывается два с половиной доллара неважно какая сумма видимо инструкция эта информация неверно некорректная бывает такое что-то и рублевая когда карта у меня была в инструкции одно а по факту совсем другое поэтому возможно здесь тоже самое просто за пополнение ты платишь два с половиной доллара и неважно какая сумма вот я заводил 39 долларов сейчас 100 долларов и заплатил одинаково по два с половиной за пополнение и вот посмотрим сколько будет за снятие то есть мне по-любому должно хватить если я буду снимать 100 долларов если возьмется еще два с половиной за снятие то есть у меня на балансе останется около двух долларов примерно полтора доллара где-то вот этот весь процесс снятия денег банкомате я естественно сниму покажу чек возьму и потом все сравним и посмотрим выгодно не выгодно итак друзья проделал я все те операции которые говорил прошел такой квест объездил по города в поисках банкомата где я могу снять именно в долларах и столкнулся такой проблемы ребята что данная карта это платежная система union pay и не все банкоматы не все банки работают union pay это первое и второе даже те которые работают у них нет валюты то есть они исключительно рублевые рубли можно снять в принципе в любом банкомате но я искал банкомат где снять именно доллары я естественно рассчитывал на тинькофф там принципе все прекрасно знаете он все его банкоматы валютные да но тинькофф не поддержит union pay он даже эту карту не определяет еще такой момент заметил что некоторые банкоматы от банков по nfc карту не определяют а когда вставляющую в банкомат тогда все нормально тогда как бы он карту определяет и можно совершить какие-то операции в одном банкомате там вообще я не понял что это было то есть он принял карту все прочитал все это банкомат был росфельхозбанка то есть он карту принял по nfc на ее не считал но когда я вставил он ее принял потом дальше пошла процедура то есть снять деньги выбрать сумму ну все как обычно да и в момент когда снять деньги мне пишет что карта небо не обслуживаться не поддерживается вот это мне непонятно для чего совершать эти операции то есть проходить весь этот путь от вставления карты до и до снятия денег и только в конце он говорит что мы не можем тебе дать деньги вот я чуть вперед забежал да сейчас я покажу я нашел все-таки один банкомат где можно было снять валюту но у меня на балансе не хватило денег потому что и сам банк берет комиссию и естественно адвокат что же берет комиссию за снятие об этом я говорил два с половиной доллара кажется вот сейчас я вам покажу видео я нашел банкомат от райфайзинг банка где можно принципе снять валюту и доллар и евро можно стать принципе если у вас ну смотря какая нужна естественно будет перерасчет если вам нужны евро то доллары будут пересчитываться по курсу по внутреннему банка в евро потому что там я зашел в банк было два банкомата один мне предложил только евро видимо только в банкомате были евро остались подхожу ко второму банкомату а там были только доллары вот я выбрал доллары но мне не хватило на балансе я не знал что будет такая комиссия от банка мне там не хватило буквально может быть около доллара может меньше сейчас вам поставлю видео я снимал вот райфайзинг я уже карту активировал войны все нас читала не вставлял я его банкомат вот прохожу всю процедуру мне дает рубли или доллара снять я доллары выбираю 100 долларов и видите да с видео на паузу 100 долларов я снимаю 299 это комиссия банка то есть к списанию 102 99 и плюс два с половиной доллара берет а два кэш таким образом сумма получилось больше той который у меня на балансе на балансе было 104 с копейками вот а здесь получается около пяти нужно было заплатить мне естественно не хватило денег не банкомат об этом сообщил недостаточно стресс вот потом я поездил еще по городу по разным другим банкоматом еще банк втб он с юнион пэй работает но банкомате тоже не было валюты то есть на прием он работал это было же в центральном офисе то есть положить доллар и евро можно было снять только рублей видимо на прием он работал валюты на выдаче нет таким образом я объездил полгорода не нашел ни одного банкомата где бы я мог снять именно в долларах единственно мне предлагали через кассу но я хотел именно чтобы через банкомат это я не уточнил тот момент потому что у одного банка я уточнил а про втб я забыл уточнить можно ли снять через кассу именно с карты другого банка и другой страны то есть карта выпускается за пределами россии а заезжал еще в росбанк там не сказали принципе можно без проблем какая комиссия будут без комиссии она сначала не поняла то есть со счета если у вас счет в долларах она имела ввиду то можно снять без проблем ну или нет у меня карта и карта именно другого страны другого банка нет карты нельзя снять вот такая ситуация ребята возможно я еще не все банкоматы ну объездил потому что давал запрос где валютные банкоматы вся информация которая выдавалась она вся не соответствует действительности ты приезжаешь этот банкомат а там нет такого чтобы выдавал валюту хотя на карте адрес все указано короче на это не ведитесь нужно конкретно знать тот банк этот банкомат где можно снять именно в долларах потом я все-таки уже плюнул и снял именно в рублях сейчас покажу вам историю транзакций потому что нужно было снять деньги да вот видите да я снимал и так ребята вот вся информация смотрите 25 центов с меня сняли когда я пытался снять деньги в райфайзенбанк то есть недостаточно средств и за это мне сняли комиссию 25 центов потом я снял уже со сбербанка вот он сумма потом я все-таки на следующий день поехал уже поездить покататься поискать банки и уже решил просто снять деньги со сбера рост сельхозбанк мне денег не выдал и рядом стоял сберовский я со сбера снял то есть смотрите я снял 7000 с меня списали 94 21 и 344 это комиссия видите да отаем это банкомат если кто не знает если кто не сталкивался с картами никогда и соответственно вот 9 февраля вот в общей сложности списали 97 65 это я снял 7000 рублей и сейчас посчитаем какой был курс 7000 делим на сумму и получается вот такой курс 71 68 курс не очень выгодный потому что на текущий момент курс доллара примерно 74 74 75 так вот он прыгает но будем брать 74 у меня же списание прошло по невыгодному курсу и теперь давайте подведем итоги ребята снять деньги можно но нужно во первых найти банкомат который работает и с валютой и с union pay я такой банкомат нашел но мне не хватило денег чтобы снять то есть на оплату комиссии это плюс минус не все банкоматы поддерживают union pay 2 минус снимать рубли невыгодно выгодно снимать именно доллары если бы я снимал доллары то я заплатил бы меньше потому что комиссия берется фиксированная как было показано райфайзен 299 то есть снимать маленькие суммы тоже невыгодно то есть состав долларов я уже посчитал примерно 8 долларов ты теряешь только на комиссию состав долларов если ты снимаешь тысячу восемь долларов и так как бы незаметно копейки поэтому если вы планируете пользоваться этой картой рассчитывайте что будете снимать сумму больше чем 100 долларов либо просто ей расплачиваться когда вы просто расплачивайтесь там курс принципе нормальный он примерно такой же как и официальный я проверял сравнивал высчитывал вот когда снимаешь но еще такой момент что снять то можно в любом банкомате и у каждого банка будет своя комиссия то есть я снимал со сбера у сбера вот такая комиссия и по такому курсу прошла транзакция если бы другой банк там наверняка было бы другой курс в любом случае потому что ну у каждого банка свои комиссии я это знаю потому что были у меня разные карты криптовалютные и по итогу мы получаем что карты пользуются можно выгоднее ей просто расплачиваться либо снимать сумму в долларах но только ну там 500 тысяч долларов просто имейте ввиду что порядка 8 долларов вы заплатите только комиссию то есть один доллар вы платите за то чтобы завести как я показывал да через юсдт два с половиной доллара со счета перевести на карту потом два с половиной доллара берет а два кэша за снятие в банкомате и берется еще комиссия банка у райфайзинг вот такая комиссия но если найти другой банк который поддержит выдачу долларов и валюты то там наверняка будет своя комиссия возможно у нас города небольшой и возможности меньше в больших городах я уверен будет возможности больше и больше будет банкоматов которые будут выдавать именно валюту естественно там будет свой курс где-то я давно увидел информацию когда еще пользовался картами от ттм банка один человек писал то есть по разным банкоматом он прошелся и сделал такую как бы инструкцию где какие комиссии и он написал что втб он снимал деньги и там самой минимальной комиссии было либо она вообще была нулевая вот но ттм банк была карта mastercard насколько я помню естественно mastercard он поддерживается принципе в любом банкомате а юнион пэй это вот такой вот небольшой нюанс но в любом случае расплачиваться можно работает снимать можно и самое главное что можно просто пополнить напрямую криптой и самое выгодное это и usdt то есть по сути мы получаем криптовалютную карту и на балансе у нас доллары но в принципе вот такая информация на текущий момент карта работает покупать снимать все это можно но имейте ввиду учитывайте вот эти вот комиссии в принципе так всегда было если у тебя карта валютная и ты снимаешь рубли то там в любом случае будет невыгодный курс потому что идет конвертация доллары в рубли либо евро в рубли и получаете ну как бы не по очень приятному курсу когда вы покупаете то же самое те же продукты товара в магазине за рубли у вас будет один курс а в этом же магазине в банкомате вы снимаете деньги у вас будет совсем другой курс то есть на снятие на покупке будет разный курс вот это вот уясните для себя выгоднее всегда именно покупать а снимать именно в той валюте у которой у вас на карте если доллар это снимать доллар если евро то снимать евро но просто ну платите комиссию банка и комиссию платежной системы все вы не платите конвертацию вот это вот перевод одной валюты в другую это всегда невыгодно просто вот этого для себя уясните но Вот, в принципе, все, друзья. Скоро будет видео про новую карту, про швейцарский банк. Как я обещал, уже многие просят. Даже один человек догадался, про какой банк идет речь. Вот. И скоро я вам все покажу. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч. Продолжение следует.